Созрели вишни, как сережки, И сердце лупит, как мотор, То из-за острова на стрежке Выходят наши молодоженые на наш простуд. Красиво, отстань! Созрели вишни, как организм без левой почки. Красиво, елки! Дядь Валера, ну помоги мне, дядь Валера. Да бог племянник. Дядь Валерочка, ну пожалуйста, ну помоги, ну ты же в этом деле специалист, а? Ну пожалуйста, я же без тебя никуда, пожалуйста. Отстань от меня. Дядь Валерочка, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пошли, ну пошли, ну пошли. Анатолий, я тебя уже послал. Что ты от меня хочешь? Дядя Валерочка, пожалуйста, пошли еще кого-нибудь посватаем, а? Терпежу уже нету, как невесты хочется. А без стихов ходить, только время терять. Солик, знаешь что? Я тебе вот так скажу, как дядя твой, честно. Вы уже 16 девчат сватали, а ты ни на одной не женился. А что вы, дядечка Валерочка, сразу переводите разговор на другую тему? Солик, что ты хочешь? Я хочу так сделать, как сейчас принято. Сватарство, свадьба, долгая семейная счастливая жизнь, наутро развод. Толик, так в чем дело? Я не понял. А дело в том, дядечка Валерочка, что вы сватаете всех так, что все начинается сразу с развода. Толик, только не надо валить с больной головы на здоровый зад. Я профессионал в этом деле, я уже 16 лет. В серебраточных услуге работаю. Говорю, все как надо. Толя прощается с больной. Хочет взять он в зоне Олю. Красиво? Красиво. Только сватается мы на тайю. А на тайне в рифку не попадает. Ага, в рифку не попадает, а сковородкой по голове попало. Толя, я не виноват, что у тебя такая башка, что не промажешь. Хорошо, а с Поля у тебя что получилось, Поля? Толя пролетает с Олей, хочет взять он в зоне Полю. Красиво? Ага, потом добавили. Ваша Поля с страшной рожей, как хочет выйти за Сережу. И что? И что? Там издалека было видно, что она не красавица. Она-то, ладно, я-то не Сережа, я-то Толик. Да, ты хорошо. А к Олеся ты ходил? Ходил. И что? Как вы меня научили, спел ее родителям песню. Живет в белорусском поэйсе, кудесица секса Олеся. И что? Получил тапком по морде и спустились с лестницы. И я бы точно так же сделал. Надо красиво, вот как я тебя учил. Я хочу дочку вашу взять, обуздать и оседлать. Красиво? А ты что сказал? У вашей дочки кобылья челюсть, убиться можно, какая прелесть. И что? Я хотел жениться. И что, Толик, да куда зайдеться? Ты так никогда не зайдешься, нужно издалека заходить, издалека. Наш царевич. Боже. Пустил стрелу, а ваша красавица ее подобрала. Дядька, то что вы такое говорите? Какая красавица? Там же по сюжету жаба была. Да какая жаба? Жаба или скуль? Какое дело? Главное, чтобы дело до поцелуев дошло. Да как оно дойдет до поцелуев, когда они все говорят, что с кракодилами не целуются. Толик, да какие там вообще вопросы? Хорошо, хорошо. Верка, уже что-то не так, что тебя там плохо приняли? Глаза смотри! Верка, хорошо получилось. Хорошо меня приняли. Как родного. Я там целый месяц жил. Молодец! В коридоре. Никто внимания не обращал, только мусор заставляли выносить. Хорошо. И выносил бы... Толик, извини. Но мы даже как-то и самому старались. Да я выносил, дядечка Валерочка, я выносил. Только им что-то не понравилось, что я выносил один пакет мусора, а приносил два. Толик, у тебя в роду случайно идиотов не было? Нет, только вы. Для этого я знаю. Толик, а где ты сейчас работаешь? В полиции. Кем? Фотороботом. Толик, золотой ты мой, хороший ты мой племян, так кто ж ты раньше не сказал? Он не спрашивает. Толик, у меня к тебе большая просьба. Передай своим. Пусть наконец-то перестарут меня штрафовать за то, что у меня только одна фара горит. Я ж на мотоцикле ездил, Толик. На мотоцикле. Дядечка, я скажу, честное слово. Да я его для вас все что угодно делаю. Дядечка, Валерочка, ну только живы для меня. Да, конечно, конечно. Дядечка, пожалуйста, пожалуйста, а пошли прямо сейчас посватаем кучерявую длинноногую блондинку. Толик, а, как ее зовут? Кого? Эту длинноногую кучерявую блондинку. Так это три разные. Толик, знаешь что? Пойди купи себе резиновую подружку и не морочь мне головы. Я покупал. И кто? Я на такси домой привез. Ну? Стол накрыл. Ну? Музыку поставил. О? Святы подарил. На тайне пригласил. Ну? Отказала. Нет, ну все правильно сделай. Я точно так бы сделал. Слушай. А ты ее задувал? А что, надо было? Толик. Ты больной. Вопросов нет. Ты больной. Иди от меня. Пожалуйста, не мешай мне работать. Дядечка, Валерочка, ну пожалуйста. Дядечка, последний разводчик. А, пожалуйста, дядечка, Валерочка, ну пожалуйста. Не мешай. Я не мешаю, нет. Я вообще не знаю. Пожалуйста, еще, пожалуйста, еще розочку сосватывай. Майк все. Толик, ты не хочу никого сватать. А я не скажу про мотоцикл. Толик, дай спасать, а ты не хоразон. Ну последний разводчик. А розочку? Толик, только последний раз. Прошу тебя, последний раз. Обещаю. Последний раз. Последний раз. Хорошо, значит так. Последний раз. Значит так. Я сделаю свой коронный выстрел. Мы посвятим ей. В серенаду. Вау. Глуза меня сюда. План такой. Подходим к ее окну. Так. Я начинаю петь. Так. Я назову планету именем твоим. А дальше ты подхватываешься. Как там ее имя, фамилия и как дальше. Хорошо? Поним. А дальше ты подхватываешься. А мы присоединяем. Ага. Видим. Третья там. Дмитрий. Разбельяева. Я понял, почему ты никогда не зайдешься. Почему? Потому что ты придурок, Толя. Мы же договорились ее фамилию, Петя, не нашу. Мы же решили нашу. До свадьбы скрывать. Понимаешь? Я из-за этой фамилии. Разбельяева до сих пор ни разу не займемся. Полик, Полик. Пошел ты на меня. Куда? А ты что, Фиров? Пошел ты на моей свете. А Юнь, что ты на моей свете? Скажи, что ты на меня дай. Все время. Ай.